На улице Свинина против музея Карнавале, который все никак не могут отремонтировать, я жду этот момент, потому что это один из моих любимых музеев Парижа, ну музей истории Парижа, кстати не знаю будет ли там бесплатный вход, когда они его отреставрируют, может они сделают его платным, до этого был бесплатный. Так вот, здесь висит мемориальная доска, опять-таки очень неприметная, она совершенно из другой оперы, хотя опять-таки относится к нашей теме. Видите, какой я нагречивый, как часто я говорю слово опять-таки, пардон, муа. Доска гласит о том, что здесь жил Приво Парижский, звали его Жак-де-Флесель, и здесь сказано о том, что он от 14 июля 1789 года умер в отель де Виль, в городской ратуше. Вспоминаем, что такое 14 июля 1789 года, да-да, это день взятия Бастилии. После того, как она была взята, взяли там товарища Бернара де Лане, ну непосредственно командовавшего заведующего охранительной частью, и повели его в отель де Виль. Но не довели по дороге, ему отрезали голову, насадили на пику и понесли гордо как знамя. Такая же участь постигла и вот этого несчастного у нас товарища Дерниер Приво, последний Приво Парижа, ну как он, им он был не товарищ. Его убили, некий повар Десно, значит, отрубил ему голову, и помимо этого еще распорол ему живот и выточил кишки. Вообще вот эта вот история с вытаскиванием кишек, кишок, вырыванием сердца, она была очень популярна в то время. В общем, вот эти вот две головы были насажены на пике, это были первые две головы, которые революционные товарищи насадили на свои копья. Потом это станет настолько привычным, что никого этим было уже не удивить. Ну, голова на копье, ну, подумаешь. Ну и, в общем-то, как обычно, мало того, что и доска неприметная, так еще история, ну, не всем, мягко говоря, известная. Опять-таки, бульвар Сан-Жермен напротив, собственно, всего, что осталось от огромного монастыря, от огромного аббатства. Целая территория, ну, практически отдельный город здесь был. Кто обратит внимание вот на эту маленькую неприметную табличку, которая здесь висит? Дело в том, что когда-то здесь тоже был монастырь, он простирался на несколько улиц туда в глубину. Она гласит о том, что здесь было убито, сколько там, 326 человек. В ходе того, что во Франции называется Massacre du September в 1792 году. Это сентябрьская резня или сентябрьская бойня. Тяжелые были времена. Армия Сан-Келотов не сразу начала выигрывать свои битвы. Были поражения. Дантон произнес такую громогласную речь о том, что нам сейчас нужно вот как можно больше удалось. То есть, в общем, смелость. Нам нужна смелость и смелость. Под смелостью подразумевалось то, что нужно начать уничтожать внутренних врагов массово. И это, в общем-то, превратилось в самую настоящую бакханалию. Например, вот в Сан-Жерменское предместе прибыла Орда, и здесь, в общем-то, творились страшные вещи. Дело в том, что еще с религиозных войн была вот эта традиция вспарывать животы. Католики верили, что грех, он материален и располагается в очреве грешника. Соответственно, нужно распороть ему брюхо и вытащить оттуда кишки. Вот эта привычка, она сохранялась и потом. Этим занимаюсь активно. И здесь, и в других тюрьмах волна этой резни прокатилась по всей стране, на самом деле. В Нанте был даже такой персонаж, который придумал, ну, знаете, что такое марияж, да, в картах? На самом деле, марияж – это женизьба, да? Марияж республикен. Это женский род, для марияжа республикен. На платы ставили людей, привязывали их друг к другу, женщин с мужчинами, голыми. И сталкивали в воду, в луару. Ну, в общем-то, ничто не ново под волной, как говорится. Ну, а вот эта маленькая скромная табличка рассказывает нам о том, что происходило конкретно здесь, на этом месте. И в результате как раз-таки этой резни пострадала одна принцесса, о которой я расскажу далее. Вот эта стена – это все, что осталось от тюрьмы. Она называлась «Ля Гранд Форс» – «Большая или Великая Сила». Ну, а была еще одна «Птид Форс» – «Маленькая Сила». Эта тюрьма связана с еще одним печальным событием – начало Французской революции с принцессой Долембаль. Она была вытащена из своей кровати, причем она болела, у нее была температура. Ее попытались заставить отречься от короля, от королевы. Сказали, скажите, что вы ненавидите королеву и короля. Она сказала, что это против моего сердца. В итоге ее вытащили на улицу и прибили. Значит, тут же она была раздета, провалялась в таком виде где-то около двух часов. Потом один персонаж, история даже сохранила их имена, не хочу называть, поднял ее на пику и отрубил ей голову. Соответственно, ее после этого тоже на пику насадил и пошел щеголять. А другой выдрал у нее сердце из груди и, в общем-то, стал искать свинок, чтобы скормить. Вот эту голову на пике увидела из своего окна в тюрьме Мария Антуанетта. И поскольку принцесса Доланбальд была ее конфиданткой, то Мария Антуанетта просто потеряла сознание. Здесь имеется, как вы видите, мемориальный знак из истории Парижа. А я вам сейчас покажу известную картину, которая была написана уже спустя много времени после этого. Что общего между Якобинским террором и вот этим абсолютно неприметным домом в городе Версалии, который ни один здравомыслящий турист не будет ни посещать, ни рассматривать? Зачем? Когда вот там вот буквально пройти там пять, не знаю, десять минут, и начинается самая настоящая сказка, французская сказка, королевская сказка Людовика XIV, XV. Ну и, конечно же, менее сказочная, если говорить про судьбу Людовика XVI. А тут мы имеем дело с традиционной историей. Висит неприметная доска. На ней написано, что именно здесь находилось кафе Амори. И именно в этом кафе в 1789 году был организован так называемый Бретонский клуб. Дальше сказано, что он именно лег в основу клуба Якобинского. Ну, действительно, по местности иногда назывались эти самые клубы, даже группировки, вот жерандисты, да, из Жеронды. Ну и здесь вот Бретонский клуб. Но к ним потом примкнули не только выходцы непосредственно из этой области. Там был и Мировой, и Робеспьер. Туда входил, например, в этот клуб знаменитый Аббат Сиес, который выпустил самый главный памфлет начала французской революции, что такое третье сословие. Там был герцог Дегион, один из первых французских, кстати, очень богатых аристократов, который голосовал за отмену всех привилегий, вот примкнул, как вы видите, да, к Бретонскому клубу. А потом, потом ему пришлось бежать из революционной Франции. И его, надо сказать, не очень-то тепло приняли белые иммигранты. Был Барнаф, знаменитый тоже представитель данного движения, который, как и Робеспьер, закончил свои дни на плахе. Сам этот якобинский клуб, это вообще, на самом деле, ироничное название, потому что они себя называли иначе. Как они себя называли, вот, пожалуйста, напишите в комментариях. А это такое ироничное прозвище, которое им дали иролисты, да? Роял. Королевское звание. В общем, монархисты, по-нашему говоря. Потому что они заседали в монастыре якобинском. Где этот монастырь находился, я вам тоже покажу. Кто бы мог подумать, что на месте вот этого ультрасовременного здания, с ультрасовременным пассажем, стоял когда-то монастырь, где собирался клуб якобинцев. Монастырь этот был, потому что святого якоба. Ну, по-нашему он называется по-другому. Ну-ка, напишите мне, как. Вообще-то, одна из больших ироний судьбы, что все основные вот эти политические силы, в будущем французской революции, они собирались в монастырях. Почему? Потому что там были помещения, которые могли аккумулировать такое количество людей, которые предоставляли возможность проводить собрания. Возможно, вы в курсе, если, например, смотрели даже некоторые мои выпуски или ходили ко мне на экскурсии, что у большевиков была такая же проблема. Большой театр был долгое время одной из главных площадок для митингов, сборов и так далее. Именно там был прозглашен Союз Советских Социалистических Республик. Об этом даже есть мемориальная доска на фасаде этого здания. Но кто ее вообще читает и кто ее замечает? Да и здесь вокруг, если объехать, я специально это сделал, нет никакой пометки об этом. В то время, как Клуб Яковинца, как вы знаете, сыграл ключевую роль как в истории французской революции, так и в истории французского террора, который даже получил у нас в советской историографии название «Якобинский террор». Ну, поэтому приходится нарывать информацию самостоятельно, особенно все, что касается топографии этого самого террора. Друзья мои, пока вы смотрите мой заезд по этому торговому центру, где когда-то располагался «Якобинский клуб», хочу вам сказать, что у меня на канале есть отдельный плейлист, который называется «Экскурсии по Париже и Франции», где есть, во-первых, два предыдущих выпуска этой серии, и есть отдельные экскурсии прямо вот с моей группой, даже с моими группами, потому что я их снимал в разное время. Я свозил их туда уже шесть штук, и обычно мы едем в конце января. Следующий набор я еще пока не объявлял, вот сейчас объявляю. Если вам интересно, пишите мне, либо вся информация есть на сайте, на той странице, что я укажу в описании под этим выпуском. Ну и не забывайте, что сейчас идут экскурсии в Петербурге. Я думаю, что ближе к июлю они будут и в Москве, когда Собянин разрешит, и будет еще экскурсия обязательно в Нижнем Новгороде. Ссылка на все мои контакты, ресурсы и все остальное есть точно так же в описании внизу. Я оставляю вас с проездом от площади Марше-Сан-Тоноре, Марше-это рынок, по улице Марше-Сан-Тоноре, сворачиваю на непосредственную улицу Сан-Тоноре, и затем будет поворот уже на Вандомскую площадь, которая мелькала, как вы могли видеть конкретно в этом выпуске. Ну и когда вы досмотрите этот маленький короткий маршрут, можете написать комментарий, задать вопрос. А я с вами пока что прощаюсь. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok